Первого марта во всем мире отмечают Международный День Котов. Наверное, люди специально придумали этот праздник, чтобы отдать дань уважения и выразить свое отношение к этим созданиям. И если все остальные домашние животные были одомашнены первобытным человеком, потому что приносили определенную пользу в хозяйстве, то кошек человек полюбил просто так. Как пелось в одной популярной песне, кошки не похожи на людей. Они вообще ни на кого не похожи. Неизвестно, когда именно кошки появились в жизни первобытного человека, но судя по тому, что изображение кошек на ходе даже в виде наскальной живописи, произошло это много-много миллионов лет назад. И что любопытно, в отличие от других живых существ, на которых охотился или которых приручил человек, кошки – единственные в мире существа, живущие с человеком, потому что так нужно им, кошкам. Ну и, конечно, так нужно самому человеку, ибо кошек он полюбил не потому, что надо, а просто так. Ну а кошки милостиво разрешают это делать. К тому же кошки – это, пожалуй, единственные в мире существа, не попавшие в человеческое меню, в отличие от коров, свиней, кроликов и даже собак. В чем же таится сила этих мурлыкающих, мяукающих, ласкающихся, царапающихся, кусающихся существ? Например, древние египтяне считали, что все дело в божественном происхождении кошки. По их мнению, именно так выглядела Басти с богиней луны и солнца, радости и веселья, любви и красоты, плодородия, домашнего чага, защитница от заразных болезней и злых духов, богиня рождаемости и войны. Мало? Ну тогда заглянем в Средневековье. Там вообще кошку наградили дьявольской силой, сделавшей ее спутницей всего бесовского и ведьмовства, из-за чего, конечно, на костре Инквизиции была погублена не одна кошачья душа. Наверное, с тех пор и пошло поверие о черных кошках, приносящих людям неприятности. Впрочем, неизвестно как душа, но жизни кошки люди отмерили целых девять, а не какую-нибудь одну, как у простого человека. Слава богу, средневековое отношение к кошкам уже давно сменилось настоящим поклонением этим удивительным зверькам. Но посмотрите сами, насколько они удивительны, смешливы, игривы, любопытны и всегда искренни в любом своем проявлении. Сколько бы веков ни прошло, кошки всегда умудряются оставаться самими собой, такими, какими и были много лет назад. Может, такая верность себе и стала причиной тому, что именно кошки становились героями мифов, легенд и сказок, кинофильмов и мультфильмов, чего стоит хитроумный кот в сапогах или дружелюбный кот Леопольд. Коты и кошки не единожды становились литературными героями. Вспомнить хотя бы ученого кота у лукоморья или несравненного булгаковского кота-бегемота, согласного быть молчаливой галлюцинацией при лунном свете. Да что там коты, в литературу вошла даже кошачья улыбка чеширского кота. Впрочем, героями становятся не только придуманные коты и кошки, а самые, что не есть настоящие. Например, самый угрюмый кот на свете по кличке Тарт заработал на своем внешнем виде для хозяйки. Миллионы долларов, снимаясь в рекламах и кинофильмах. Если говорить о нашем городе, то представить себе Одессу без котов абсолютно невозможно. Все, кто приезжает в наш город, удивляются количеству полосатых, пятнистых, белых, черных, рыжих, хвостатых и усатых на одесских улицах и особенно в одесских дворах, законными обитателями которых они являются. История знаменитого рыжего кота, жившего на дереве на Греческой площади, вошла в литературу, а в Книгу рекордов Украины – самая толстая кошка Базарина, много лет прожившая на новом рынке. С развитием интернета люди получили возможность не только сами любоваться на своих любимцев, но и давать такую возможность всем окружающим. Согласитесь, смотреть на этих симпатяк не только не вредно, но и полезно для человеческого здоровья. Потому что даже их шкоды вызывают у нас улыбки. Посему в этот праздничный день поздравляем всех счастливых кошатников и тех, кто просто любит этих замечательных животных. С Международным днем кота и кошек, делающих наш мир хоть немного человечнее. Я сегодня тебе принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны, ни лилии, а всего лишь петунии.